так всем добрый вечер начнем с того что объявим то что было и в объявлении объявлено как я понимаю у нас сегодня юбилейная 50 лекция курса мы преуспели если дошли до 50 лекции вот так что с чем я поздравляю всех участников то есть как бы его шафар трубит что-то делать вообще вот сегодня мы немножко капельку поговорим о возвращении 10 колен вот так что в каком смысле это подходит теме ювеля хотя и изначально речь будет идти о печальных событиях и так мы сегодня поговорим о конце и северного израильского царства которая наступила в последнюю четверть восьмого века до новой эры если быть точным где-то между 722 720 годами до новой эры и и об этом историческом событии нам известно из нескольких источников помимо того что она относится к тем историческим событиям в чьей в в достоверности которых никто не сомневается но нам известно об этом событие как из самого танаха так и из нескольких относительно независимых друг от друга вне библейских источниках из вавилонской хроники созданной уже в персидскую эпоху записанной вот и из собственно аналов саргона 2 как который судя по всему явился тем стал тем человеком который уничтожил северное израильское царство с точки зрения политической все к этому вело давайте посмотрим я сейчас сделаю шерф скрин и значит мы посмотрим на то что написано в 17 главе книги царей вторую части говорится там о том что на 12 год царствование ахаза царя иудеи воцарился уши бен эла шумроне над израилем значит что значит уши воцарился я напомню вам что уши воцарился в результате военного переворота это произошло где-то в семьсот тридцать втором году до новой эры и видимо поскольку предшественник уже так как бы нормальял проявил по отношению к сирии неверность то надо полагать что теглак пилесар поддержал этот заговор если даже не являлся непосредственным его вдохновителем и воцарил уши в самаре и уши был собственно говоря последним израильским царем добрых слов о нем книга царей не говорит как впрочем о большинстве израильских царей бы все что хочет сказать все что и есть сказать о нем это стандартная формула что он делал дурной в глаза господа но при этом как бы появляется некоторые вполне конкретно исторические детали на него пошел войной шалман ассар царь ассирий шалман ассар был наследник сыну наследник тел глад пилесара это шалман ассар 5 поскольку значит дальше объясняется что послужило причиной это этой войны значит и уши был его данником самом деле опять же если быть более точным он был изначально данником его отца тегла пилеса платил ему дань но он попытался строить некоторые козни или устроить заговор уже тут говорится о том что он послал послов к со царю египетскому нам неизвестно неизвестен царь с таким именем лишь чем-то даже приблизительно похожим и поэтому по поводу того какой именно царь имеется ввиду строится догадки некоторые вообще считают что здесь текст искажен и что со это вообще не название не имя царя а скорее название место саис город который находился дельте так или иначе тут как бы вполне традиционный ход когда маленькое государство пытается избавиться от зависимости от большого государства все что может сделать это обратиться за помощью в другому большому государству данном случае речь идет об египте а нам сегодня может быть довольно трудно представить себе египет в качестве мировой державы вот но в те времена это было вполне себе мировая держава хотя уже и на закате своего существования пройдет еще несколько небольшое количество времени меньше ста лет и столица египта но омон будет захвачена сирийским царем ашруба непала но пока что они находятся в некотором состоянии соперничество египет и ассирия и поэтому вполне логично что уже шлет послов в египет с тем чтобы заручиться поддержкой перед началом восстания восстание проявляется в том как говорится что он не платит больше дани царю ассирийскому в результате чего сирийский царь его арестовывает и и сажает тюрьму значит теперь как бы надо понимать что не все здесь понятно если он его арестовывал де он его арестовывает ну что дальше в следующем стихе говорится что он осадил самарию столицу израильского царства и три года осаждал ее значит предполагается предполагается что уже пошел с повинной головой навстречу шума нассору шума нессору и тот тем не менее его не простил а арестовал после этого началась осада теперь по поводу того кто в результате захватил самарию и тем самым положил конец истории израильского царства существует два мнения значит вот в вавилонском вавилонской хроники которые я упоминал это победа этот захват переписывается действительно шалман с и тогда получается что это должно произойти в семьсот двадцать втором примерно году вот но с другой стороны у нас есть источники внутри ассирийские которые вполне заслуживающие доверия согласно которым победа над самарией была одержана уже преемником шалман эссера не его сыном а преемником которого звали шарукин или саргон саргон второй и он таки действительно осадил самарию и захватил ее он же является тем чем тем царем который изгнал население северного израильского царства на восток в ассирию теперь из текста нашего получается что вроде как изгнана изгнан весь народ в то же время мы видим что в ассирийских текстах утверждается что количество изгнанников равнялась приблизительно двадцати семи тысячам 27 тысяч конечно не мог быть не могло быть все население израильского царства и поэтому это еще тема всплывет дальше во время нашей беседы о самаритянах поэтому предполагается что сирийцы изгнали определенную часть населения возможно главным образом аристократию с тем чтобы лишить израиль возможности сопротивляться и каким-то образом поддерживать свою государственность тут называются те места которые были при переселены изгнанники они практически все в той или иной степени отождествлены хотя и есть некоторые споры по поводу отдельных отдельных мест но в целом это места которые находятся либо на территории современного ирака либо на границе между ираком и сирией либо еще восточнее вот значит на этом собственно говоря заканчивается это краткая историческая справка в 17 главе книги махим опять же что касается ассирийских текстов то там там саргон хвалится своей победой над самареи говорит пишет сколько он захватил себе в рабов а значит он причем интересно что он называет население израиля как раз словом самаритяне те которые населяли шумрон и город и государство и вот он пишет что те самаритяне которые проявили враждебность по отношению к царю и не хотели быть его рабами выступили против него на войну и все были все были поражены были поражены это как бы канва и сами по себе события они вполне логично и объяснимы шансов у израильского царства устоять перед такой мощной сверхдержавой были близки к нулю практически ничего ничего тут сделать было невозможно но не так понимает происходящее автор книги царей после этой исторической справки он помещает здесь программную речь программную речь которая должна объяснить произошедшее надо сказать что это вообще принцип который мы наблюдаем неоднократно книгах начиная с торы с книги дворим и далее через книгу его шуа судей шмуэлей царей один и тот же принцип на который был который был как бы отмечен исследователями и который состоит в том что когда нужно подвести некий итог и высказать основные история совские принципы для этого используется жанр речи эта речь может быть вложена в уста одного из персонажей например и едва рима тому же и уши от сами уши в книге суде например ангел божий книги шмуэля это пророк шмуэль здесь книги царей в 17 главе это сам автор здесь говорится от имени автора и вот что он собственно говоря нам имеет сказать по поводу разрушения царства израиль как он его объясняет и было когда согрешили сыновья израиля перед господом богом их который вывел их из земли египетской из под руки и из под руки фараона царя египетского и они стали бояться других богов и ходили слушались законов народов которых господь изгнал перед израилем и они делали вещи которые в глазах господа бога их были неправедными строили себе во всех своих городах святилища устанавливали различные культовые предметы всюду где только возможно воскуряли там так как это делали народы которых изгнал господь перед ними и делали разные дурные вещи с тем чтобы разгневать господа служили другим богам о которых господь сказал не делайте этого и и предупреждал господь израиль и иуду через пророков своих говоря в отвратитесь от своих дурных путей и сохраняйте мои заповеди и законы соблюдайте мои заповеди и законы так как по закону который я заповедал ваших от вашим отцам я посылал к вам пророков рабов своих пророков но они не послушали и проявили жестоковый ность как и их отцы которые не доверились господу богу их и презрели его законы и союз который он заключил с их отцами и все те свидетельства или законы которые им дал они оставили и пошли вслед за сует на суетой непрочностью и за народами которых сказал господь не делать это к подобно тому что сделали они и оставили они заповедь господа заповеди господа бога их делали себе литые изображения тельцы ашеру поклонялись всему воинству небесному служили балу и проводили проводили своих детей через огонь колдовали предались полностью злу в глазах господа с тем чтобы разгневать его и он разгневался чрезвычайно на израиль и изгнал их от своего лица осталось только колено иуды но иуда говорит он здесь не сабли не хранил верность господу не соблюдал его законы и ходили они путями израиля и презрел господь все семя израиля и мучил их и отдал их в руки в руки грабителей к и отбросил их от своего лица ибо отделился израиль от дома давида воцарили над собой яровава сына него то этот совратил израиль увел их от господа вел большой грех и ходили сыновья израиля решили сыновья израиля с тех пор не отходили от этих грехов пока не изгнал господь израиль от своего лица соответствую с тем как он сказал рабам своим пророкам и был издан израиль со своей земли в ассирию до сегодняшнего дня а вот этот текст как мы можем легко заметить текст изобилуют повторениями но в общем мы можем точно коротко лаконично сформулировать те основные принципы которые 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 здесь излагаются что в сущности говоря сказано сказано что израиль наказан израиль наказан за отпадение от бога израиль не послушали послушал не прислушался предупреждением бога который посылались через пророков и поэтому он был изгнан со своей земли а значит и от лица бога бог израиля является патроном земли израиля и в тот момент когда израиль изгоняется со своей земли он изгоняется от лица бога впоследствии эта концепция кстати говоря будет пересмотренной в эпоху второго храма будет как бы постепенно начинать доминировать представление что вообще говоря богу израиля можно служить и не только находясь в земле израиля но и в других местах во всяком случае мы можем как бы подытоживая здесь сказать что как бы в центре всего стоит концепция воздаяния на ничто не происходит исключительно вследствие какой-то причинно-следственной связи а это как бы некоторая обратная связь между богом и человечеством вообще и народом израиля частности как бы идея которая пронизывает исторические книги танаха частности и потому что в противном случае пришлось бы признать что бог израиля не обладает всеобъемлющей силой и если он не в состоянии защитить свой народ от иноземного нашествия поэтому это иноземное нашествие представлено как наказание насланная самим богом а соответственно сами эти захватчики и оккупанты как орудия руках бога как мы видим отношения автор книги царей к израильскому царству к народу населявшему северное израильское царство чрезвычайно негативное он не щадит и иудею и намекает на то что иудею постигнет та же самая судьба как бы на самом деле текст этот пишется уже по всей видимости после того что и иудея пала после в результате вавилонского и знания но как бы та перспектива которую создает здесь наш автор он все-таки как бы намекает но не но не более того что только осталось одно колено и иудеи и иуды но и иуда тоже не соблюдал заповеди бога и поэтому впоследствии они тоже падут значит я хотел бы обратить ваше внимание что такое жесткое непримиримое отношение которое диктуется вот этой теологической схемой теологической моделью преступления и наказания она разделялась отнюдь не всеми авторами танаха я хочу сейчас представить вам несколько текстов которых это не совсем так вот например вот например пророк ирмияу который обращается к израилю после того что он изгнан и и говорит он о том что господь бог израиля возлюбил израиль вечной любовью и и еще придет время когда израиль отстроиться еще будут на посажены виноградники на горах самарии говорит пророк их и будут собирать плоды будут настанет день когда наблюдатели или стражи воззовут на горе ефраима и скажет пойдемте поднимемся в цион господу богу нашему то есть произойдет некое единение между и между иудеи израиль ибо так сказал господь пусть яков радуется скажите ему что господь спас свой народ остаток израиля вот я приведу их земли северной и соберу всех краев земли слепого и хромого беременную и рожающую всех вместе огромная народ вернется сюда они уйдут с плачем и в молитве я приведу их верну к потокам вод по прямом прямым путем где они не споткнутся ибо я буду у израиля или был у израиля отцом эфраим мой сын первенец заметьте что речь идет здесь именно о северном царстве потому что эфрая мы могли бы сказать что может быть когда пророк упоминает израиль подразумевается народ израиля в целом и в первую очередь как раз иудея но нет это пророчество посвящено северному царству и то что он подчеркивает что упоминает имя эфраем говорит о том что он испытывает большую эмпатию именно к эфраему любопытно что вторе словом гни бы хоре называется израиль в целом гни бы хоре израиль здесь эфраем бы хоре ху обыгрывается впрочем опять же известная история в гибрешит где яков предпочел эфраем из двух поставленных перед ним сыновей иосифа эфраем и минаше и фактически провозгласил его первенцем вопреки тому что он был младшим сыном обратите внимание что и географически эфраем это более маленькая колено чем минаше занимай колено минаше занимает гораздо большую территорию всегда канахи избирается младший маленький он становится первенцем так вот пророк говорит что как бы эти отцовские чувства по отношению к эфраему бога не оставляют более того это объявляется среди всех народов так говорит пророк в девятом стихе послушайте слово господа народы возвестите его на далеких островах и скажите тот кто рассеял израиль собирает его снова как пастырь свое стадо ибо из избавил или избавит господь якова и спас спас или спасет его от руки более сильной чем он и придут и будут петь придут все он и по опять же как бы некоторые единения между израилем и иудеем и сейчас через несколько время еще раз это упомянем но всяком случае как бы их ожидает изобилие и больше не будет никогда горе горя было юсифу ли дава он слова которые стали сейчас частью обращения к человеку которого умерли близкие этими словами его учешают в первую неделю неделю после похорон будут танцы говорится здесь будет радость и дальше очень известные слова которые стали песней бога бра говорит о том что он слышит голос в раме арома это то место с которым связан вообще говоря пророк шумуэль здесь с ним связано традиция согласно которой как будто бы пророк или сам бог слышит горький плач этот горький плач плач рахели матери матери эфраем матери иосифа а соответственно и эфраема его наши его детей которые не готова утешиться из-за того что ее сыновья уходит в изгнание и бог как бы сам отвечает ей перестань плакать вытри слезы ибо будет награда они вернутся из земли вражеской есть такой замечательный медраж известный в котором разные предстатели просители за народ за народ израиля северное царство по слову пророка ирмия у обращаются к богу начиная от авраама все працы но ничьи слова бог не принимает и лишь плач рахели заставляет смягчиться его ибо это не просто слова это как бы чистая любовь есть надежда конце пути говорит бог вернуться сыновья свою землю я слышал как эфраем мучается и просит меня чтобы я верну вернул его я и я и сделаю это он проявляет раскаяние эфраем он стыдится своих поступков и вот эти слова которые стали известной песней овен я кирли эфраем им еле чашу им кими дэй добры ибо захоры скрена он аль кэн хам уми ай но рахэм арха мэй ну не ум адунай разве не дорогой сын не ефраем разве не любимое дитя я все время говорю о нем и вспоминаю его и внутренности мои плачут о нем и поэтому я пощежу его и полюблю его она вот как бы то что говорит армия у о северном царстве она о народе населявшим северное царство это видно в какой виден тот контраст который который существует между этими двумя восприятиями до восприятие из автора книги малахим которого не находится ни одного доброго слова по отношению северному царству однозначное осуждение и принятие божьего божественного суда и отношение пророка который испытываем глубокую эмпатию по отношению к населению северного царства и жаждет избавления возможно это отчасти связано с тем что ирмия у был по происхождению своему родился в городе она тот или ступни то такого окна там где сегодня находится арабская деревня нато и это было исходно это было исходно надел колено бениамина опять таки сына рахели исходно северного колена так что вот эти чувства ирмия у вполне объясним теперь мы отсюда как бы перейдем к вопросу о том что он как бы связан с тем о чем мы говорили а что собственно было дальше а вот есть два таких противоположных взгляда один взгляд как бы не оставляющий никакой надежды народу израиля оставь народу северного царства оставь надежду всяк все подходящий а это взгляд автор книги царей с другой стороны взгляд оптимистический взгляд ирмия у все будет возвращено бог даже когда наказывает он все равно любит и милует своего сына что же что же произошло исторически если вообще можно ответить на этот вопрос но я уже собственно говоря сказал что судя по всему не все были изгнаны не все были изгнаны часть населения и может быть значительная часть населения осталось и отзвук этого звучит книги девреями степень достоверности книги девреями и и историчность подвергается сомнению как правило там где видно очень ясная теологическая историческая тенденциозность в том тексте который я вам сейчас покажу она тоже отчасти видно но поскольку у него есть некая идея и уже упоминал свое время что он согласно которой он считает незаконным образованием израильское царство но при этом считает что в конечном счете израильские иудейские население израиля и людей это один народ которые должны рано или поздно объединиться так вот он рассказывает что времена царя хискияу о котором мы будем говорить в зависимости от того что успеем сегодня либо следующий раз либо через раз вот иудейский царь хискияу устраивает согласно книге девреями большое пасхальное празднество и говорится о том что он рассылает письма в эфраем минаше и предлагает им прийти в иерусалим участвует в этом пасхальном празднестве мы должны понимать что как бы действительно с исторической точки зрения это довольно такое рискованное заявление поскольку во временах хискияу север на территории северного царства были ассирийской провинции а сам а сама иудея стала об этом будем говорить вассальным государством платящим дань ассирии это уже происходило во времена преемника упомянутого мной саргона синахи его сына синахириба но любопытно само то что как бы вот автор книги девреями считает что было кому посылать то есть он не считает что все население было изгнано и дальше рассказывается о том что его послы отправились по территории израиля и иудеи и призывали прийти на пасхальное празднование но он там подчеркивает что это остаток который были с который был спасен от руки царей ассирии он убеждает их не вести себя так как вели себя их отцы и братья которые предали бога и в результате лишились своего государства не будьте жестоковыми прием ваш отцы это звучит очень похоже на то обвинение которое бросает автор книги царей населения израиля подчинитесь господу приходите в его храм который он посвятил себе навеки и служить господу и тогда кончится гнев его который возгорелся на вас и это опять же похоже отчасти на то что говорит ирмия у что время знал тексты ирмия у и ими пользовался а вот он как бы понимает так что есть возможность спасения когда вы вернетесь господу той его и ваши братья и ваши сыновья все будут помилованы и вернуться в эту землю ибо господь бог милости если вы вернетесь к нему то он вас от себя не отторгнет и вот он рассказывает дальше автор что посланцы хиския уходят из города в город по по территориям эфраем и минаше зевы луна и есть те которые их высмеивают не принимают приглашение царя но и вести те которые принимают это как тут сказано люди из колена ашера минаше зевы луна которые покорились и пришли в иерусалим и поэтому был устроен вот так такой огромный праздник песок подобного которому не было до сих пор говорит дальше автор книги девреем то есть во всяком случае с точки зрения автора девреем им вне зависимости от того насколько вообще историчным представляется это его заявление повторяю но сомнительно как они могли прийти будучи частью провинция сирии вот но как бы она по крайней мере отражает взгляд согласно которому часть населения осталось с другой стороны возможно она является отзвуком еще некоторые одной исторической реалии на котором вы должны обратить внимание известно что как раз после разрушения а сирии северного царства израиля в районе 720 года до новой эры и в течение последующих 20 лет как это как раз и есть правление хискияву население иудеи в целом иерусалима в частности умножается многократно за счет кого по всей видимости за счет беженцев из израильск из израильского царства они прибывают в иудею с тем чтобы спастись от ассирийцев или там принимают принимают их кстати не с пустыми руками они приносят собой достаточно большое количество своих религиозных традиций которые в результате нашли свое место в танахе так например книга северного пророка оше как бы по всей видимости именно тогда выудею и попала значит как мы видели ирмия у заявляет о том что колено вернуться с этим кстати говоря связана известная традиция известная традиция как зафиксировано в лунском талмуде кстати могила и согласно которой ирмия у специально отправился возвратить 10 колен а вот начинает возникать некоторая легенда о возвращении 10 колен и первые и и как бы так сказать такая почкой этой легенды это вот утверждение что ирмия у пошел вернуть 10 колен потом с именем ирмия у будет сказано и или другая легенда что он шел вместе с изгнанниками иудеи вавилон и как сопровождал их вот но здесь как бы вот идея о том что ирмия у возвращает северные колено значит мы сейчас вернемся еще к этому тексту я только вернусь на секунду в тонах значит есть еще один текст который говорит об этом возвращении это младший современник ирмия у их из кель пророк их из кель живший вавилоне попавший туда пятьсот девяносто шестом году до новой эры с изгнанниками иерусалима всей аристократии которые это все предшествовало разрушению храма примерно на десять лет и вот у него есть такое пророчество он обращается бог обращается пророку говорит возьми одно дерево и напиши на нем два выражения иудеи из и сыновьям израиля и значит и возьми возьми еще одно дерево и напиши и напиши там и юсефу дерево ефраем и и весь дом израиля значит как бы получается так что иуда и примкнувшие к ней сыновья израиля видимо подразумевается в первую очередь колено беднямина и на втором дереве основные основные колено израильского царства и приблизите два дерева друг другу так чтобы они стали одним деревом и они станут едиными в твоих руках и это все символ понятно чего это символ грядущего единения между израилем и иудеи они станут говорит бог едиными моих руках и вот говорит бог я беру сыновей израиля среди народов куда они попали и соберу их отовсюду и приведу их на свою землю и превращу их в один народ на земле в горах израиля и один царь будет у них у всех и больше они не будут разделяться на два народа это как бы некоторое замыкание круга вот когда-то после смерти шломов царство разделилась и получилось 20 царство и как бы два народа но в конце концов они объединятся они будут объединены они станут одним народом нечто подобное говорил ермия в том тексте который мы читали что все придут в иерусалим здесь они станут одним народом у которого будет один царь не будут больше впадать в язычество я очищу их говорит бог они будут мне народом а я буду им богом и раб мой давид будет царем над ними и одним пастырем у всех а понятно что не сам давид как бы некоторые потомок давида некоторая мессианская фигура избавителя вот такой вот текст а то есть который опять таки говорит о возвращении изгнанного изгнанных израильских колен изгнанного израильского народа это становится некоторым зерном всех будущих представлений о том что же произошло с этими северными коленами и что с ними будет в результате перед тем как мы обратимся к этим традициям я сначала немножко этот поэтический огонь чуть-чуть ослаблю и скажу каково мнение историков касательно судьбы изгнанников израиля в ассирию повторяю не все были изгнаны а те которые остались они будет видимо уже в следующий раз отдельный разговор но те кто были изгнаны скорее всего их постигла обычная судьба тех народов которые изгонялись ассирийцами а именно ассимиляция ассирийцы придерживались примерно той же политики который впоследствии придерживался стали народ надо перемешивать лишать их этнической самоидентификации тогда они будут покорными и лояльными и это ровно то что ассирийские цари делали начиная с тегла к пенесар и дальше это было их последовательная политика поэтому кстати говоря они никогда не селили и изданные народы в какие-то отдельные анклавы так как это делали впоследствии вавилонии у них была цель 1 достичь полнейшей ассимиляции и и более того нам известно что те кто соглашался сотрудничать с властями митрополии их готовы были продвигать по службе есть чиновники высокого ранга который упомяну знания комитета и поскольку поскольку у них явные западно-семитские имена или у них отцов когда мы будем говорить о осаде наложенной синахирибом на иерусалим то там появится такой персонаж по имени в шоке и одной из который умеет говорить на языке осажденных то есть знает еврейский язык а там он называется иудит одно из предположений состоит в том что он потомок вот этих самых изгнанников но не так не так это было воспринято еврейской традиции еврейская традиция у него были на то свои основания и об этих основаниях мы по всей видимости будем говорить следующий раз утверждала что изгнанники остались они остались они не исчезли они где-то находится согласно иерусалим скому талмуду русалимском талмуде появляется такая замечательная река самбате он а вот самбате он от слова шаббат река которая значит 6 дней неделю течет бурным потоком все сметая на своем пути и поэтому невозможно через него переправиться а в шаббат поэтому и самбате он а в шаббат она как бы успокаивается и утихает впервые на самом деле эту реку упоминает 8 лави и он ее характеризует как раз таки ровно наоборот он говорит том что как раз в шаббат она бурлит но обычная еврейская традиция зафиксированная уровень стической литературе именно так объясняет невозможность вот этих десяти колен это такое как бы такая идиомы 10 колен 10 исчезнувших колен асер это шватима ауди значит эти 10 колен северного израиля значит не могут переправиться потому что лишь соблюдают шаббат поэтому они могли бы переправиться через эту реку в шаббат но нет такой возможности а в будние дни шесть дней шесть будних дней физически это невозможно сделать значит как бы и начинают рождаться всякие легенды о том что эти колена где только не находится сейчас мы об этом скажем но прежде всего я вот хотел бы обратить ваше внимание на такой довольно знаменательный текст это мишна трактация энгидрин где спорят два мудреца мишнаистского периода раби акива и его учитель раби элиэзер вот раби акива говорит десять колен не вернуться ибо как сказано и отбросил и и отбросит их изгонит их землю другую как в этот день как этот день уходит и не возвращается так они уходят и не возвращаются не вернуться почему раби акива был так жестко настроен по отношению к северным коленом почти как автор книги царей неизвестные и дальше талмуд действительно ставит этот вопрос будет почему раби акива который известен своим милосердием а здесь он вдруг проявляет такое такую негибкость возможно что одно из объяснений связано с тем что как бы он считал что не следует откладывать избавление на будущее какие-то времена ждать возвращение десяти колена надо прямо сейчас начинать бороться за освобождение согласно иерусалим талмуду раби акива был очень милитанский настроен и поддержал однозначно восстание бар кохпы и как бы считал что спасение должно наступить прямо сейчас в то время как раби или эзер говорит об этом же стихе подобно тому как день темнее а потом снова светлеет возвращается так и десять колен которые потемнело они в будущем им посветлеет они вернутся а то есть спор о судьбе этих северных колен начинается еще мишнаистскую эпоху ну на самом деле уже начинается в библейскую эпоху как мы видели вот вот тот текст который я вам читал из талмуда из трактата могила значит где говорится о том что ирмиял пророк ирмиял отправился на поиски этих утерянных колен чтобы их вернуть вот и дальше тут как бы обсуждается на основании стихов откуда мы знаем что северные колена должны вернуться и даются разные объяснения на эту тему во всяком случае как бы можно сказать так что в целом и общем концепция которая возобладала еврейской традиции в конечном счете эта концепция так сказать юбилейная то чего мы начали концепция о том что они вернутся что они должны вернуться где же они собственно находится если они должны вернуться на этот вопрос нет однозначного ответа значит эти 10 колен почти как грибы после дождя растут в разные времена всевозможна всевозможных частях света опять же тот же талмуд говорит о том что они были изгнаны вместо называем называемая африки некоторые считают что действительно африка во всяком случае по одному изменений часть северных колен колено дана оказывается в эфиопии и это зерно той традиции в результате который то та часть населения эфиопии абиссинии которая считает себя принадлежащий к еврейскому народу сегодня последние десятилетия возвращается приезжает государство израиль именно вот как бы как возвращение одного из десяти колен есть претенденты и на территории афганистана курдистана и рака ирана и даже индии в индии объявилась колено миноши а есть такие которые ищут потерянные колено даже в японии а то есть как бы такая устойчивая традиция которая говорит о том что они обязательно должны найтись и рано или поздно перейти эту таинственную реку самбатион и вернуться так как предмещали пророки значит одна из причин это меня сейчас остановлюсь что время наше выходит постепенно вот но одна из причин почему собственно говоря так важно было сказать что существует 10 колен израиля где-то там далеко за рекой самбатион состояла в том когда вообще есть некая упрямая традиция которая казалось бы вопреки здравому смыслу что-то утверждает по всей видимости надо искать вторую противоположную сторону то с чем спорят и вот здесь в данном случае есть это противоположная сторона ибо мы знаем о том и это как бы тема нашего следы нашей следующей встречи мы знаем о том что у самаритян существует традиция согласно которой они и есть вот этот потерянный израиль что ли на самом деле не надо ждать никаких десять колен которые бы вернулись основная часть населения израиля осталось на месте они есть хранители традиции и поэтому они считают что они называются самаритяне шумруни им не потому что они принадлежат шуму как бы связаны с территорией северного царства самарии шумрон а потому что они хранители традиции шумры и гамасоры так они это сами понимают и вот очевидно что ровнистическая традиция спорит как раз с ними вот об истории сам гривян том что с ними произошло к и на протяжении поколений обо всем этом мы видимо уже будем говорить в следующий раз потому что время наше вышло и сейчас самое время как бы предоставить вам возможность задать вопросы и сделать замечание пожалуйста исправить дамы пожалуйста самое время задать вопросами вот такой на я вижу если у кого-то вопросы замечания кто-то хочет что-то добавить уточнить господа и дамы видимо было все ясно как связаны эфиопская алия вот с этими с потерянными коленами ну да те кто вообще да те те кто привел сюда и фильм скажем так вот они обосновались как на этом ну там как бы есть на самом деле две встречные традиции которые в результате каким-то сложным образом соединились да я как бы не специалист в этой области но одна традиция связана с тем что значит царица савская 1 по одному изменений была царица эфиопии вот и что в результате романа который возник у нее с царем шлумо роман который не описан прямо в танахе описано встреча но не роман но зато в последующей традиции роман описан да значит как бы вот утверждается что родившиеся родившийся ребенок в результате этого романа он как бы положил начало некоторой ветви еврейского народа населяющую эфиопию с другой стороны не помню точно когда вот не так даму несколько сотен лет тому назад а значит появляется традиция возможно она более древняя но пока не мере озвучивается о том что вот это эфиопская община еврейская это потомки колена дана который туда попали в результате вот и сирийского изгнания значит поскольку казалось бы угоняли на восток она все время подчеркивает что бог рассеял их по всему свету рассеял по всему свету то можно искать и в америке тоже кстати говоря есть в америке тоже есть претенденты среди каких-то американских индейцев значит тоже находились претенденты или попытки найти там тоже как какие-то утерянные северные колена поэтому это как бы непосредственным образом связано значит сейчас как бы не говорю о степени историчности самой легенды важно что самый самоидентификация этих людей она как бы действительно связано вот с английской традицией с верностью этой традиции с убежденностью в том что они часть народа израиля вот так что но вот за этим лежит как бы это связь связь из с историей северных колен вот и я как бы еще раз говорю что уже в танахи затачивается начало этой традиции начала спора касающегося судьбы этих северных колен а значит вот должны они вернуться не должны они вернуться исчезли ли они бесповоротно или нет на вот это как бы дает толчок развитию развитие этих традиций этих легенд которые продолжаются дальше на протяжении поколений кто-то в хазарском царстве ищет тоже потомков северных колен поскольку а значит как бы верхушка хазарского царства приняла в той или иной степени иудаизм то это сразу же то что описывается в разных источниках и даже даже заметьте в украине в украине ищут северные колена поскольку мы знаем что в древности киев киев в греческих документах назывался сам батиос то есть вот это самое название той реки сам батион подразумевался перед при этом что днепр это сам батион я не знаю вот на всяком случае даже такие вещи встречаются пожалуйста вот деятельность рауа билингой мы не знаю ты как бы слышал или нет я по раз как бы с ним сталкивался вот у него как бы вот это вот то что ты сегодня рассказывает теоретическое основание его деятельности этическая не теоретическая теоретическая основа это его источники то что он же ищет как бы везде есть как бы инспорт это вот о том что он делал понимаю то что он делает назвать теоретическим обоснованием да ну как бы теологическим да а потому что как только ты заявляешь что есть пророчество о возвращении северных олен есть традиции которые говорят что они несомненно вернуться значит что они где-то находятся где-то там вдалеке вот то дальше уже можно начинать копать и разыскивать но в целом помните в израильском обществе это воспринимается не мейнстрим это некоторая экзотика правильно например если смотреть по возвращению к тому что было да и как пуш которому это дает новая ступень соцена например храмовая гора все этим связано правильно есть махлокет но это как бы некоторая центральная тема а вот возвращение колен это не центральная тема но нет такого кроме берембойма не знаю кто бы этим занимался но этим занимаются исследователи самих этих традиций но 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 чисто так сказать из академического интереса но да конечно это не является каким-то мейнстримом но но тот факт что это пробивается через столетия не утихает о том что это все таки довольно сильный такой вот эмоциональный заряд может эфиопская или я это по-видимому как бы самые 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 сильные результат самый как бы видим и ну хорошо господа и дамы есть еще вопросы если можно да да пожалуйста вопрос по поводу северного царства почему все таки они решили таскать бросить вызов а сирии ну в принципе известно соотношение сил между грубо говоря что представиться о сирии что что такое был израиль и даже 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 если предполагать что была какая-то помогла быть какая-то помощь из египта и вот еще у меня есть просто подозрение что всегда то есть это повторилось потом во время разрушения второго храма то есть когда бросили вызов римской империи да есть оба говоря что евреи тогда не в общем-то не сопоставляли силы свои и своих возможных противников смотрите алекс это конечно верно но все-таки не следует забывать что мы на это смотрим уже как бы с нашей колокольни да мы знаем историю когда вспыхивают восстания и в том числе восстания казалось бы заведомо более слабых против более сильных я не думаю что восставшие думают в этот момент что у них нет никаких шансов совсем никаких шансов и думаешь что шансы есть как правило подыскивается какой-то более или менее удобный момент ну например здесь бы смерть тегла пилессора надежда на то что власти сирийской ослабнет значит эти надежды не оправдались с другой стороны как бы были случаи частичных иногда почти полных успехов конце концов маковейское восстание преуспела можно там конечно говорить о том что там были всякие сопутствующие обстоятельства что селевкидская царство ослабела появился довольно серьезный соперник рим который там в общем не давал им особенно уже властвовать вот но тем не менее как бы тоже было восстание более слабых против более сильных она преуспела восстание барков бы на первых этапах тоже имел довольно значительный успех а и я это говорю к тому что исходно восставшие те кто у человека всегда есть какое-то вполне естественное стремление к свободе у человека народа народ хочет свободы он не любит подчиняться и поэтому как бы доводы рассудка они часто отступают на второй план они не не то чтобы исчезают полностью не то чтобы там бросаются с головой в огонь в обрыв но но как бы не отходит на второй план а если в таких случаях добиваются успеха то тогда те которые отговаривали начинают восприниматься как предатели на достаточно вспомнить ситуацию франции в двадцатом веке конце концов питен создал правительство виши потому что был убежден что сопротивление бесполезно а деголь возглавил сопротивление и в результате казалось бы она была абсолютно безнадежным в тот момент но в результате он ты победила питена повесили а значит как бы поэтому и там тоже восстали восстали и в общем да не учились на опыте потом восстает точно так же иудея и и ее тоже бьют чисто по-человечески это можно понять окей в общем это потрясающе конечно тема очень интересная да вот как раз к юбилейному занятию мы эту тему и затрону вот опять я бы хотел еще последний раз такой вопрос знаешь вот эти вот как бы деление деление в еврейском народе да какая-то вот ни однородность не монолитность но мы знаем что например исраэль ливий каэн это осталось до сих пор правильно это прослеживается и это как бы освещается традиция сто процентов это никем не трогается вот например сбиение на колено воспринимать они как некоторые реликты конечно не обязательно смотри опять же с точки зрения исторической это вообще спорный вопрос что это было за деление когда она возникла насколько описание этого деления соответствует некой реальной действительности согласно самому то наху по сути дела деление на колено прекратить прекратила быть и релевантным уже во времена шлума потому что он разделил свое царство на округа не по племенным признакам как бы по коленам она округа административная круга к ему было удобнее вот был ли действительно вот такой конгломерат колено и тему спорят до историки вот но всяком случае делаешь не только в чисто такому сухом историческом глядя делов некоторые традиции которая значит жива и которая постоянно значит как бы себя чем-то подпитывает и вот это представление о десяти коленах она же и от 12 колен на нужны не из бухты-барахты это как бы некоторый тип логический образ 12 детей у якова они значит 12 и по ним 12 основателей и так далее 12 число тоже символизирующая целостность так должно быть так должно быть как оно было это отдельный вопрос окей то интересно ну хорошо тогда мы на этом как бы закончим правильно сегодня мы завершаем следующий раз поговорим о самаритянах окей ну хорошо 50 занятие было вырождено успешно всем большое спасибо всех поздравляем спасибо всем счастливо пока если вы до сиба а пока